Здравствуйте, Севастополь на связи. Слышно меня? Здравствуйте, слышно вас? Спасибо. Я не могу выйти через камеру. Ничего страшного. Спасибо. Еще пару минут подождем и начнем встречу. Буквально еще немножечко. Не все могут отключиться. Иван, да, у нас проблема с Ленинградской областью. У нас одна из коллег Балуева, Надежда, она получила ссылку неактивную. Как можно ей переслать активную ссылку? Так, давайте я сейчас положу в чат сюда ссылочку рабочую и вы отправите ей уже, хорошо? Хорошо, давайте. Девочки, у меня тоже была неактивная. Пусть она наберет в этой самой строке, вот там вверху. И тогда выйдет. Так, все, я отправил в чат ссылку. Если у кого-то коллеги не могут зайти, скопируйте, отправьте им, они смогут по ней уже пройти. Потому что и я, и коллеги включались по ней. Так, ну, время 11 часов. Я думаю, что можно начать говорить. Пока я представляюсь, кто еще не успел отключиться, опять уже смогут отключиться. Меня зовут Иван Тарасов. Я менеджер проектов в группе НКО Гарант. Ну, я провожу этот небольшой цикл вебинаров. Немножко расскажу о проекте и о конференции, в рамках которой мы сейчас встречаемся, и передам слово сегодняшнему докладчику. Дело в том, что Центр Гарант, группа НКО Гарант, заканчивает, завершает сейчас уже большой проект, называется он «НКО России и Северная Европа оказывает высококачественные услуги». И в рамках этого проекта у нас было несколько целей. Мы хотели, чтобы, в принципе, НКО познакомились друг с другом, который оказывает услуги, разным группам населения, как уязвимым, так и, в принципе, просто каким-то отдельным группам. Мы хотели, чтобы мы не познакомились, посмотрели на практики друг друга, потому что мы часто видим, что опыт тех людей, которые находятся в разных регионах, сильно отличается от друга. И какие-то особенные практики, особенный опыт, особенные ситуации местные, локальные, они не позволяют полностью переносить один опыт на другой. И даже в большей стране нашей городской. И поэтому мы запустили большой проект, который позволил нам объединить, как и по крайней мере в рамках Адекатеринсы, не только Архангельские и Никонежские организации, но и Архангельские со всей страны. И это также у нас были партнеры из стран Северной Европы, это Финляндия и Норвегия. И в рамках этого большого проекта мы сейчас с вами участвуем в конференции, которая называется «Устойчивое развитие людям, поддержка, кооперация», которая была направлена на то, чтобы рассказать о разных способах, о разных практиках оказания услуг. Мы уже послушали множество вебинаров. Среди них было и рассказ о том, как Финляндия, игровая индустрия поддерживает некоммерческие организации из своих прибыли. Мы послушали про кризисные центры, мы послушали про поддержку разных малополичных семей в городе Архангельске, ну и многое другого. Я положу в чат чуть позже ссылку на сайт, где возможно найти записи предыдущих встреч, то есть о чем они были, и полноценное видео. То есть это, конечно, не полное участие, но, тем не менее, возможно, вам будет интересно или поможет этот образ. Вот, в принципе, наверное, почти все. Немножко скажу о регламенте. У нас сейчас, я предоставлю докладочное пределение Юрьевне, у нее будет минут 30-40 на то, чтобы рассказать о методичке, и после чего вы сможете задать свои вопросы. То есть вы можете сделать это как устно, так и написать в чат, я их озвучу, можете делать это в течение всего выступления, а главное, не включать микрофон, чтобы не перебывать на плач. Вот, и кроме этого, я положу в чат ссылку на форму обратной связи, очень всех прошу перейти по ней, ну, после конца и вебинара, и оставить свой большой буквально вопрос, на который нужно просто будет поставить поцепку. Вот, в принципе, все. Я, наверное, передаю слово Елене Юрьевне, нашему сегодняшнему, для чего все пришли послушать. Елена. Иван, спасибо. Коллеги, добрый день, доброе утро. Очень рада вас приветствовать. И спасибо большое за интерес к этому мероприятию. Меня вообще, честно говоря, всегда восхищает, вот я уже не первый раз участвую в мероприятии гарантов подобно, и меня восхищает, насколько широкая география, насколько широк наш интерес. Вот сегодня у нас участники не только из Архангельска, Архангельска, из Вархангельска области, Севастополь, Крым, Карелия, Волгоград, Ульяновск, Челябинск, Ленинградская область. Ну, это вообще просто здорово. Вологда, Вологодская область, Красноярск, Ленинград, Удмуртия, Новосибирск. Ну, вообще просто здорово, что мы с вами объединяемся вот по этой теме. Потому что мы у себя в Архангельске, ну, вот как-то занимаемся последних пять лет социальными услугами, помогаем организациям войти в реестр. А как живут другие, мы на самом деле не очень знаем. Поэтому, мне кажется, коллеги, вот я предлагаю немножко изменить формат, о котором Иван сказал, и после моей презентации, небольшой, я бы предоставила слово коллегам. Вот я вижу, что как минимум двое моих коллег, Алексей Новожилов из Екатеринбурга, Ирина Княжева из Ленинградской области, это как раз вот коллеги, которые, организации которых также в своих регионах помогают другим организациям войти в реестр поставщиков социальных услуг. И, может быть, было бы очень хорошо об этом рассказать. Если у вас будет интерес, коллеги, я бы вам предоставила это слово, чтобы это был не монолог, все-таки, а диалог. Потому что эта сфера социального обслуживания, она, ну, на самом деле, настолько здорово нас объединяет. У нас очень много похожих проблем, у нас есть разные нюансы в своих регионах. И вот обмениваться этим опытом, это очень здорово, это обогащает. Значит, коллеги, Иван меня представил, меня зовут Шенкарева Елена, я представляю Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области. И наша организация как раз в последние годы помогает НКО, но по факту и не только НКО, а у нас разные поставщики и не государственные коммерческие организации, тоже индивидуальные предприниматели. Мы помогаем войти в реестр поставщиков социальных услуг и выстраивать взаимоотношения с госорганом, это Министерство труда, занятости, социального развития Архангельской области по вопросам, которые возникают уже в ходе работы организации как поставщика социальных услуг. Вопросов на самом деле возникает много, вполне естественно. Законодательство, мы до сих пор можем сказать, оно новое, только с 2015 года действует 442 ФЗ. Нет, он пораньше действует, наверное. Он был принят в 2013, но с 2015 года фактически у нас первая НКО вошла в реестр поставщиков социальных услуг. И поэтому, в общем-то, мы практику все время нарабатываем, у нас появляются все новые вопросы. И ежегодно Министерство стало проводить стратегические сессии, обсуждать проблемы, связанные с административными барьерами, как их устранить. А мы, соответственно, организации делаем свои предложения и обсуждаем, поэтому постоянно что-то развивается, что-то меняется. Не так быстро, конечно, как нам хотелось бы, но тем не менее. То есть это вот такая интересная сфера деятельности, довольно живая и развивающаяся. Это здорово. А сегодня мы поговорим о методичке. Методическое пособие — это часть проекта. И она родилась вот этой идеей, написать такую методичку, исходя из опыта. У нас одна из первых организаций — это «Общество глухих». Это организация, которая входит в Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области, вошла самой первой в реестр и вот уже в течение пяти лет услуги оказывает. И, конечно, поделиться опытом — это хорошо. И эта организация, а затем и другие вошли в реестр. И у нас появляется вот потребность, с одной стороны, поделиться опытом, с другой стороны, все время новые и новые организации тоже проявляют интерес и спрашивают, а как войти в реестр. И вот для этого мы написали методичку, а как войти в реестр поставщиков социальных услуг. У нас сегодня вопрос поставлен просто, как получить деньги за социальные услуги. И самый простой ответ — войти в реестр поставщиков и заключить соглашение о получении компенсации из бюджетных средств за оказанные социальные услуги. Ну, вот как хорошо задал вопрос один коллега, а как войти в реестр? И вот тут начинается самое интересное. А как туда войти? Насколько это сложно? И еще один вопрос с этим связанный. А зачем? Вот я, честно говоря, коллеги, не хотела очень много на этом останавливаться, но мне кажется, все равно нельзя об этом не говорить. А зачем нам ходить? Зачем нам вообще вся эта деятельность, включение в бюрократию и какие-то еще моменты? Вот мне иногда говорят, зачем ходить в реестр, когда стоимость социальных услуг, когда тарифы такие низкие? Это же очень маленькие средства, а работы так много. И вот на самом деле, несмотря на то, что кажется, что работы много, а деньги небольшие, все-таки есть организации, которые успешно купят реестр поставщиков социальных услуг и чувствуют себя довольно комфортно на этом рынке. И поэтому я начну немножко с вопроса, а что мы от этого получим? Что мы от этого получим, если войдем в реестр поставщиков социальных услуг? Сама по себе процедура, она не такая сложная, и она описана в методичке. Я тоже немножко коснусь этого, конечно. Но все детали, коллеги, мне, конечно, не удастся рассказать. Я в общем и целом расскажу, как и зачем. Так вот, могут ли НКО быть успешными на рынке социальных услуг? И что нам даст вхождение в реестр поставщиков? И, конечно, НКО могут быть успешными. Более того, практика показывает, что многие НКО очень успешны на рынке социальных услуг. И это не только наша практика у нас в регионе, в Архангельской области показывает, а в этом говорит общественная палата. Общественная палата России в 2019 году издала доклад участие НКО в оказании услуг в социальной сфере. И как раз вот там и отмечено, что есть сферы, где достичь заметных изменений без привлечения к работе некоммерческих организаций просто невозможно. То есть НКО во многих случаях просто занимает нишу, которая на сегодня свободна, которая не занята государственными учреждениями. И это какие сферы деятельности? Вот примеры такие приводит общественная палата. Профилактика социально опасных заболеваний, сопровождаемое проживание и занятость людей с инвалидностью, организация отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья. И у НКО большой опыт работы в этих направлениях. Они знают специфику запросов, особенности целевых аудиторий. И зачастую, кроме них, подобные услуги никто не оказывает. Вот это важный момент. То есть в России, как и в других странах, НКО, как правило, находят свою сферу в реализации в тех областях, куда не заходит государство по каким-то причинам. И это естественный процесс. Так вот, что дает НКО вхождение в реестр поставщиков социальных услуг? Во-первых, это все-таки стабильный доход. Пусть это не очень большие деньги, но это стабильные деньги. Если организация живет в основном за счет грантов, то мы, конечно, понимаем, заканчивается период, заканчивается грант, и дальше для нас неизвестность. Либо мы получаем финансирование на следующий проект, либо не получаем. А все-таки заключение соглашения на финансовый год о получении компенсации социальной услуги позволит получить стабильный доход. Это, соответственно, зарплата сотрудников и какие-то еще возможные расходы. Вхождение в реестр поставщиков для многих из нас, для многих НКО, означает выйти из сферы вот этой удобной, выйти за собственные пределы и стать немножко предпринимателями. Нам придется научиться конкурентоспособными быть, нам придется повысить квалификацию сотрудников, учиться искать получателей, расширять круг своих получателей, услуг, то есть стать немножко предпринимателем, социальным предпринимателем. Ну и, конечно, это позволяет укрепить контакт с целевой группой, то есть лучше узнать тех людей, с которыми мы работаем, на которых ориентирована наша деятельность. В определенной мере, конечно, для нас выход из зоны комфорта, потому что нужно заняться чем-то еще, чем мы пока не занимались, и изучить для этого целый пласт разных источников. И вот в методичке мы приводим в качестве примера нашу организацию, это Архангельское отделение Всероссийского общества глухих, которое первой вошла в реестр поставщиков социальных услуг. И на этом примере можно понять, вот как организации занимают свою нишу. Особенность у организации, конечно, в том, что основная сфера деятельности связана с жестовым языком. Членами организации в основном являются люди, которые используют услуги сортоперевода и общаются на жестовом языке. И на самом деле, когда организация принимала решение войти в реестр, мы понимали, что те услуги, которые мы уже оказываем, это фактически и есть социальные услуги на дому, социально-бытовые, социально-медицинские, организация досуга. Это все социальные услуги в смысле нормативных актов, принятых в соответствии с 442 ФЗ. А 442 ФЗ, коллеги, это основной закон об основах социального обслуживания в РФ, с которыми мы имеем дело, с которыми мы начинаем погружаться в сферу социального обслуживания. Так вот, оказывается, что общество глухих оказалось той уникальной организацией, которая может предложить услугу, которую никто другой предложить не может. А именно это обычная, может быть, социальная услуга, приготовление пищи, социально-бытовая услуга на дому. Но при этом она оказывается с ордопереводчиком, который одновременно и социальный работник, и с ордопереводчик, и может легко общаться с получателем, чего не может предложить на сегодня государственное учреждение социального обслуживания населения. Пожалуй, ни одно. Хотя сотрудники госучреждений сейчас активно обучаются жестовому языку, но все равно это опыт, это практика, это важно. И поэтому вот ВОК занял такую нишу. Откуда берутся основные источники доходов? Вот ответ на вопрос тем, кто спрашивает, ну тарифы такие низкие, что же там вот можно получить-то? Ну, на самом деле, нужно сказать, конечно, если у нас есть ожидание, что за соцуслуги мы получим денег столько, что мы будем жить всей организацией хорошо, это не так, это неправда. То есть получение денег за социальное обслуживание – это лишь одна часть, может быть, небольшая часть, вот как в нашем случае, от всех источников доходов. Во-первых, организация получает через фонд социального страхования средства за услуги с ордоперевода, а каждому глухому гражданину, в соответствии с постановлением правительства, 40 часов с ордоперевода должно быть в течение года оказано бесплатно. И, соответственно, у кого есть такая строчка в индивидуальной программе реабилитации, абилитации инвалида, этот человек 40 часов бесплатно может получить, оплачивает эти часы государство через фонд социального страхования. Так вот, один из наших источников дохода – это средства от сурдоперевода и, соответственно, информационно-переводческих услуг. Это тоже бюджетом оплачиваемые услуги, вот особенно сейчас, в период пандемии, они стали очень актуальны, потому что человек с нарушенным слухом сам не везде может пойти, а информацию ему нужно получить, о чем-то договориться, получить рецепт от врача, кто это будет делать. А, скорее всего, это сурдопереводчик-посредник, отсюда бюджет доплату делает из-за информационно-переводческих услуги. Средства проектной деятельности, конечно. Ежегодно ВОК получает порядка трех, наверное, миллионов в последние годы. Это средства фонда президентских грантов на проектную деятельность. Дальше ВОК участвует как сопоставщик выдачи технических средств реабилитации. То есть мы их до каждого человека с инвалидностью, эти ТСР, довозим, досылаем, в том числе в глубинку, в область, в отдаленные территории. И за это тоже получаем бюджетные средства от фонда социального страхования или от поставщиков, которые поставляют эти средства. Волонтерская деятельность, конечно, она тоже присутствует. Безвозмездный труд сотрудников он всегда есть. И доходы от сдачи помещений в аренду. У ВОКа, это наследие Советского Союза, нам повезло в этом плане, оказалось помещение свое, часть из которых мы сдаем в аренду. Так вот, как это выглядит, коллеги, на схеме. Доходы 2019 года. Смотрите, основная часть доходов организации, это все-таки сургоперевод, и это выдача ТСР. Все остальное это уже не так много, и соцуслуги занимают в этой совокупности всего 12%. То есть соцуслуги, это не основная наша деятельность, это так, но это деятельность, которая естественным образом связана со всеми другими видами деятельности. У нас есть свой круг получателей. И так, как правило, люди с нарушением слуха, это взрослые получатели. Мы работаем со взрослыми получателями. Отсюда мы не все затраты нам компенсируются из бюджета, а лишь их определенная часть. Потому что граждане, которые имеют сравнительно высокий доход, доход выше полутора прожиточных минимумов, за частичную оплату получают услуги. То есть не полностью стоимость этих услуг оплачивает бюджет. Это тоже такой вот, может быть, нюанс, который нужно иметь в виду. И изначально уже строить свою работу с учетом этого. То есть мы не можем ожидать, что 100% наших доходов – это будут доходы от социального обслуживания. Да, это правда, тарифы невысокие. В методичке мы как раз анализируем, сопоставляя, исходя из того, как складывается оплата труда социального работника в государственном учреждении и в НКО. Мы сопоставляем, и это очень видно на конкретном примере, что мы, например, общество глухих, не можем обеспечить такую же зарплату социальному работнику государственного учреждения, которое ему выплачивается в соответствии с указом президента. И это на самом деле проблема. То есть мы не можем гарантировать трудоустройство социальных работников на равных основаниях к государственным учреждениям. Это проблема, это предмет обсуждения, это предмет споров. Но, с другой стороны, коллеги, мы понимаем, что вопрос о повышении тарифов – это очень сложный вопрос. Вот когда мы бываем с общественным советом в разных территориях области, особенно в сельской местности, там люди говорят, ваши тарифы очень высокие. В сельской местности доходы, конечно, не такие, как в городе. И люди говорят, что социальные услуги для нас часто неподъемные. Их сложно получить, потому что во многих случаях за них приходится платить взрослому человеку. Вот я скажу, что есть такое понятие, как предельная величина прожиточного минимума, предельная величина дохода для получения услуг бесплатно. Она составляет у нас в регионе полтора прожиточных минимума. В разных регионах по-разному, но по северо-западу, я вижу, что нередко это именно вот такая величина, и по всем регионам полтора прожиточных минимума. На средний душевой доход должен быть на член семьи взрослого человека. И нередко, вот как раз, именно столько гражданина получает, да, либо чуть больше этой величины, соответственно, услуги для него становятся платными. А если это услуги еще как бы сверх стандартов, нуждаемость больше, чем это определяет стандарты социального обслуживания, я тоже об этом сейчас скажу, то северу приходится полную стоимость оплачивать. Это дорого. Для среднего жителя сельской местности в нашем регионе, на самом деле, да, у кого есть высокая потребность социального обслуживания, в уходе очень высокая потребность, вот для тех непосильным временем становятся эти расходы финансовые. Это вопрос о повышении тарифов. Он, ну, достаточно сложен и труден. Хотя мы об этом все равно продолжаем говорить. Конечно, тарифы как-то должны соответствовать возможностям организации оплачивать зарплату. Эти вопросы нужно увязывать друг с другом, надо все-таки искать приемлемые решения. Но вот здесь на схеме показана динамика доходов от оказания социальных услуг. Мы ежегодно начинали с 4 тысяч, да, то есть пробовали буквально, вот начинали с 5 получателей, с 5, с 10 получателей социальных услуг. Дальше уже эта деятельность развивалась, и вот на сегодня это примерно полтора миллиона. Это на самом деле не так много, я еще расскажу, потому что это взрослые получатели, которые не всегда бесплатно получают услуги, а поэтому они не всегда готовы на заключение договора с поставщиком. И организации, которые работают с детьми, они, конечно, получают намного больше доходов. Почему? Потому что согласно 442 РОМОФ, социальные услуги детям, детям с инвалидностью, они оказываются бесплатно. Так вот, если мы для себя ответили положительно на вопрос, зачем нам ходить, да, решили, давайте попробуем, давайте посмотрим, с чего мы начинаем вхождение в реестр. Вот нам нужно прежде всего познакомиться с нормативной базой. Надо понять, в какой системе отношений мы будем работать, кто такие поставщики, кто такие получатели. Если мы решаемся войти в реестр и стать поставщиками, значит, мы должны увидеть в 442 РОМОФ требования, предъявляемые поставщикам. Что от нас будет требовать закон? Он от нас будет требовать открытости информации, защиты персональных данных наших получателей, значит, обязательно представление на сайте информации о нас. Мы должны очень хорошо понимать, какие услуги мы оказываем, и оказывать их с должным качеством. Вот там целый ряд документов, они в методичке названы все. Да, я должна сказать, что мы и премьеры Архангельской области решили в этот раз еще включить методичку, мы раньше ее еще издавали, но совсем для нашего региона. А в этот раз еще включили и законодательство Пуле-Инградской области для сравнения. Видим, что много похожего, хотя есть нюансы и отличия. Так вот, вся нормативная база там названа, что и как искать основные акты в соответствии с 442 РОМФЗ, они есть. И вот кто-то из коллег задавал вопрос, какие именно услуги считаются социальными, если где-то перечинить их услуг. Да, коллеги, в каждом регионе должен быть свой закон или свой нормативный акт, не закон, а другой, где определяется перечень социальных услуг, где они конкретно названы. Эти услуги, они группируются в социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагические, социально-психологические, услуги по повышению коммуникативного потенциала, срочные социальные услуги и так далее. Это вы видите в 442 РОМФЗ. Есть еще, можно сказать, такой примерный перечень федеральный, не сданный правительством Российской Федерации, перечень социальных услуг. Но в регионах он немножко отличается. Вот если даже сравнивать Архангельскую область, Ленинградскую область, немного, незначительно, но перечень может отличаться. Почему? Потому что регионы, конечно, исходя из своего опыта и практики, вправе, перечень услуг расширять. Сужать нет по сравнению с рекомендованным, но расширять, конечно, да. Так вот, самый основной документ для нас будет рабочий, это стандарты социального обслуживания. Это порядок оказания услуг по соответствующей форме, а формы 3 на дому, полустационарное, стационарное обслуживание. И по каждой форме принимаются в каждом регионе стандарты, которые дают название услуги, описание услуги, то есть что входит в содержание этой услуги, как оценивается ее качество, с какой периодичностью она может оказываться, например, до 4 раз в неделю, до 4 раз в месяц, и сколько она по времени, до 45 минут, к примеру, до полутора часов, и указывается тариф, стоимость этой услуги. Вот стандарты, это важный документ, с которого мы фактически начнем уже конкретно работать над заявлением о вхождении в реестр. И когда мы изучаем стандарты, мы понимаем, что, а возможно, вот то, что мы до сих пор делали, это и есть некоторая социальная услуга, просто мы ее никогда вот этими словами не называли, мы ее как-то называли по-другому, да, но содержательно, вот она оказывается и есть социальная услуга. Вот для нас первый такой сигнал, что, может быть, действительно нам стоило бы войти в реестр, потому что мы и так это делаем, делаем это на волонтерских началах, либо периодически получая средства на наши проекты, а может, это на самом деле и есть эта услуга, за которую мы можем получать деньги регулярно. Вот, и дальше изучаем эти стандарты и понимаем, что, а вот еще услуга, она где-то рядом вот здесь, с тем, что мы делаем, мы бы еще ее тоже могли предлагать нашим получателям, нашим клиентам, тем, кто сегодня нашими благополучателями является. Соответствует ли это интересам нашей организации, готовы ли мы где-то расширить свою деятельность. Вот с этого мы начинаем. Это такая сложная, кропотливая работа, но работа, которая приносит нам, в конце концов, понимание. Мы сегодня готовы войти в реестр, мы вот эти, вот эти услуги готовы предложить. Набор этих услуг может быть самым разным. Вы, как заявитель, определяете, какие услуги вы готовы оказывать. Это во-первых. И во-вторых, если мы начинаем, еще сомневаемся, пойдет ли он у нас или не пойдет, будет это хорошо или не будет, не надо заявлять сразу много получателей. Вот количество мест, которые мы предлагаем людям, это количество мест будет публично написано в реестре поставщиков, и человек, который получит свою индивидуальную программу социального обслуживания, он увидит, что там, а вот у этого поставщика, у этого НКО, есть свободные места. Я туда обращусь и буду там получать услуги. И в этом случае мы, как поставщик, не имеем права гражданину отказать. То есть для нас количество мест, которые мы заявили, является обязывающим фактором. Мы не сможем отказать человеку, если у нас есть свободные места. Исходя из этого, мы предлагаем обычно организациям в самом начале не торопиться, не заявлять сразу много мест, если вы, конечно, не стационар, который там 25-30 мест открывается. НКО это все-таки чаще всего организация, оказывающая услуги на дому или организация, оказывающая услуги в полустационарной форме, если есть помещение, где мы можем эти услуги оказывать. Исходя из этого, мы и определяем. То есть рекомендуем начать, например, давайте с пяти получателей попробуем. Давайте пока 10 заявим. Вот мы точно знаем, что 10 получателей в этом году у нас будет. То есть мы, когда входим в реестр, а затем подписываем соглашение о финансировании, мы точно знаем, что эти 10 заявленных мест у нас будут заняты. Соответственно, мы выполним наши обязательства перед бюджетом. А бюджет, соответственно, выделяет лимиты нам на то, чтобы оплатить оказанные услуги. Вот это такая самая большая и трудная часть работы, на мой взгляд, познакомиться с основными понятиями, уложить для себя, кто и как, как мы заключаем договор с получателями, что от нас будет требоваться, как мы будем хранить данные, как мы будем доступными информационно, когда нас будут проверять и так далее. И вот методичке довольно много места мы этому посвящаем. Ну и второе, я уже немножко стала об этом говорить. мы оцениваем услуги, которые мы в настоящее время оказываем, и определяем, какие услуги относятся все-таки к социальным, а какие услуги, они совсем не относятся, не описаны прямо в стандартах социального обслуживания. И, соответственно, определяем, какие услуги будем предлагать. Вот в перспективе, коллеги, те организации, которые вошли в реестр ТНКО, начинают понимать, что стандарты социального обслуживания, как правило, они довольно ограничены. Откуда берутся эти документы? Они берутся из практики деятельности государственных учреждений, наработанных годами. НКО, как правило, приносит новую волну. Вот тема сопровождаемого проживания. У себя в регионе мы говорим, что она никак не отражена у нас сегодня в стандартах. Под сопровождаемое проживание у нас нет социальных услуг. По крайней мере, не все они там сегодня представлены. Стандарты должны меняться. И этот процесс постоянно и происходит. Соответственно, мы предлагаем дополнить стандарты услугами. Министерство рассматривает этот вопрос. Где-то мы продолжаем дискуссии, не совсем согласны, но тем не менее. Другого пути, мне кажется, развития у нас просто нет. За счет НКО и каких-то новых идей у нас вот эти стандарты и развиваются, и пересматриваются. Вот я знаю, что замечательно коллеги в Ленинградской области построили дом в деревне Раздолье, которые оказываются услуги сопровождаемого проживания. То есть 24-часовая поддержка социальных работников позволяет людям с ментальными особенностями проживать самостоятельно вне своих семей. Некоторые из них работают. Вот я была в этом замечательном доме. И вот как раз вот эта практика НКО, она очень ярко показывает органам власти, каких услуг нам не хватает стандарта. Людям помощь нужна, но при этом нужно изменить стандарты, расширить перечень услуг с тем, чтобы люди их получали, наши получатели получали именно то, что является для них необходимостью. Конечно, мы смотрим, кто будет получателями в перспективе, куда мы готовы дальше развиваться. И форму социального обслуживания мы тоже, наверное, сразу определяем, что мы можем, что нет. Если надомная форма обслуживания, мы понимаем, что нам офис нужен только для того, чтобы заявителям оформить документы. В основном мы будем на дому с нашими получателями общаться. Но и если у нас есть помещение, то мы, конечно, по стационарной форме услуги можем оказывать, то есть проводить у себя на территории какие-то мероприятия, которые тоже, там, скажем, организация досуговой деятельности, консультирование по семейным проблемам, это все социальные услуги. Если мы их сегодня делаем, почему бы не облечь это в форму договора с органом власти по поводу социального обслуживания. Дальше. Мы, конечно, должны просчитать свой бюджет, какие нам понадобятся расходы, значит, что нам нужно будет, например, редизайн сайта провести, нам нужно обязательно будет дополнительную информацию и себя на сайте разместить. Это обязательно. Поставщику предъявлено требование, там 13 пунктов прямо перечислено в законе, какая информация должна быть на нашем сайте. Мы должны это понимать и какие-то расходы, наверное, на это потребуются. Если нам нужно будет принять на работу дополнительных специалистов, а, кстати, в стандартах социального обслуживания указываются требования, квалификации специалиста, если они есть. Если, например, для оказания социальных бытовых услуг никакого специального образования не нужно, то для оказания социально-педагических, социально-психологических услуг, как правило, вот у нас в регионе стандарты прописывают, что нужен специалист, имеющий образование, педагогическое образование или психологическое образование. То есть нужно посмотреть, мы должны понять, сколько людей нам нужно будет принять на работу или справимся мы своими сотрудниками, теми, кто сегодня работает. Ну и что мы примерно получим, можно просчитать, зная, кто будут наши получатели, эти 10 человек, например, и какие услуги мы им предложим, какой набор услуг, с какой периодичностью стандарты нам ответят на этот вопрос. То есть мы поймем, сколько мы получим доходов и, соответственно, что нам нужно будет сделать. Вот по поводу размещения дополнительной информации, требования высокие, контроль государственный высокий. Я хочу вам показать на примере нашего сайта, что мы делали. Это сайт Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области, и на нем есть сайты наших организаций-членов. Вот один из них как бы под сайт, да, Архангельское региональное отделение Всероссийского общества глухих. Вот он всегда так выглядел, новости и так далее. Но мы дополнили его, вот смотрите, вот таким разделом социальные услуги. И там уже, соответственно, вот эта часть, она наполняется информацией, которая по закону обязательна. И этого, в общем, достаточно. Весь сайт мы не переделывали, и такой возможности у нас нет. Теперь еще вот такие небольшие вопросы, но тоже важные. Если мы решили, что войдем в реестр поставщиков, нам надо посмотреть предмет своей деятельности, как он описан в уставе. Указано ли там, что мы социальное обслуживание каким-то образом осуществляем? Какие мы социальные услуги оказываем? Что вообще как предмет деятельности описывается? И вот, как правило, конечно, коллеги и организации, которые созданы давно, они не содержат срочки о предоставлении социальных услуг. Нет этого. Вот сейчас, когда мы уже помогаем НКО создаваться, мы уже прямо прописываем предметы деятельности, оказание социальных услуг в нестационарных формах социального обслуживания, например, да, или просто предоставление социальных услуг получателям. А кто наша соевая группа? Это описано в целях нашей деятельности. Вот начиная с 2015 года, когда организации стали входить в реестр, не было такого строгого требования со стороны министерства, чтобы предмет деятельности прямо вот так был назван, наказание социальных услуг. Конечно, практика идет, практика меняется, и поэтому теперь мы стараемся всем прописывать. Ну, например, прошла проверка Минюста, да, вынесли нам предупреждение о том, что наш устав не полностью соответствует закону. Ну, вот в связи с внесением изменений мы добавляем еще и предмет деятельности, предоставление социальных услуг, то есть стараемся это делать. Хотя в том же уставе ВОГА, это же общероссийская организация, там совсем не было указания на социальные услуги, но характер иной деятельности, как он там прописан, вот в 2015 году его посчитали достаточным, чтобы организацию включить в реестр как поставщика социальных услуг. Может быть, у вас в регионе другая практика, может быть, у вас нет такого требования прямо в предмете указать предоставление социальных услуг. Поэтому надо смотреть, надо со своим органом взаимодействовать и понимать, может быть, даже в самом начале встретиться и показать ваш устав на предмет того, будет ли, сможет ли государственный орган, принимающий решение, а внесение у вас в реестр поставщиков, рассматривать это достаточно для того, чтобы поставщиком вас признать. Ну и, соответственно, возникает необходимость в изменениях внесения дополнительных кодов АКВЭД, которых у нас не было. Это оказание услуг получателям без обеспечения проживания, с обеспечением проживания. Это все методически расписано подробно, это можно прямо оттуда применять, опираться на это. Ну и, соответственно, коллеги, вот это самое главное, когда мы эти вещи для себя определили, мы подаем заявление, вступаем в реестр, заключаем соглашение о выплате компенсации. Вот еще один момент, коллеги, то, что мы вошли в реестр, не обязывает сразу нас заключать соглашение о выплате компенсации. То есть войти в реестр – это первая ступенька. Некоторые организации именно так и поступают. Мы пока не готовы отвечать за бюджетные деньги, но мы хотим быть в реестре. Мы подаем заявление, нас признают поставщика, и мы входим в реестр поставщиков социальных услуг. Мы там уже значимся. Пока у нас нет такой деятельности, пока нет соглашения. А на следующий год, например, решили все-таки, да, давайте заключим соглашение. В декабре месяце подали документы, соответствующие орган власти или уполномоченные учреждения. И беремся за это дело и начинаем получать бюджетные средства. Вот примерно такая схема. Более подробно я сейчас еще, знаете, что хочу показать вам. Как выглядит реестр поставщиков в каждом регионе, конечно, своя... Так, я вижу, коллеги, что вопросы. Сейчас мы перейдем к вопросам в чате. И я хочу сказать, что вот в вашем регионе на сайте госоргана всегда есть реестр поставщиков. Можете посмотреть, кто из коллег уже там есть. Да, вот у нас это выглядит вот так. Это интерактивный портал Министерства труда, занятости, социального развития, раздел соцобслуживания и реестр поставщиков. Все организации, которые там есть. То есть на сегодня у нас порядка 70, меньше 70, 65-69 организаций всего в реестре. И в том числе организации 15 это НКО. Вот видите, начинается даже список. Автономная некоммерческая организация. Азимута, ну, доверие, эксклюзивный клуб забота. Вот. И, соответственно, вот так. Еще, коллеги, самый последний момент, на котором остановлюсь, пока я здесь еще покажу свои контакты. На всякий случай, чтобы вы могли мне написать, если у вас вопросы будут по Архангельску, точно, коллеги, вы можете обращаться и консультироваться у нас бесплатно по поводу вхождения в реестр поставщиков. Консультирую я сама по юридическим вопросам, а мои коллеги, бухгалтер Бога Марина Мальцева по вопросам, связанным с заключением соглашения, исполнением соглашения, оформлением документов. И моя коллега Марина Коржавина, она консультирует по вопросам заполнения заявления, включения в реестр, как определиться в стандартах, что вы готовы оказывать, что вы не готовы оказывать. Вот так. Поэтому пишите, задавайте вопросы по другим регионам. Конечно, коллеги, сложно. Вот этот наш опыт объединения вопроса вхождения в реестр Архангельской области и Ленинградской области, мне лично показалось, что это очень сложно. Конечно, вообще было бы здорово, наверное, чтобы мы могли по регионам этой информацией обмениваться. Я знаю, что у коллег свои методички по регионам тоже есть, и, может быть, коллеги скажут об этом. Так, я уже вышла за пределы регламента, Иван, я извиняюсь. Так что, вот, давайте я на этом остановлюсь и перейдем к вопросам. Спасибо большое, очень интересно. И мне, я думаю, коллегам тоже вопросов очень много приходит в чат. Я думаю, что если кто-то хочет сейчас голосом что-то сказать, это, наверное, будет лучшее время сначала ответить вопросы голосом, самых смелых. И дать им возможность. А затем перейдем к вопросам через чат. Да, и вопросы, и комментарии, может быть, коллеги, у кого есть свой опыт в издании подобных, или оказании помощи организациям в вхождении в реестр, в работе, там, поделитесь. Сейчас самое время. Я пока вопросы посмотрю. Можно я задам вопрос? Я хотела поблагодарить вы настолько четко, ясно, по крайней мере, для моего восприятия, все рассказали простым обыкновенным языком. Но у меня возник вопрос. Может ли быть ресурсный центр сам или его региональный центр серебряного добровольчества, молодой душой, поставщиком социального вида услуг? Допускается это законодательно или нет? Спасибо. Да. Татьяна, спасибо за вопрос. Конечно, да. В целом нам 442 закон об основах социального обслуживания в РФ дозволяет любой организации быть поставщиком. Может, коммерческая организация, может, индивидуальный предприниматель, может, некоммерческая организация, в принципе, любая. Но за исключение, пожалуй, наверное, политической партии, я бы сказала. Потому что у политической партии все-таки цель деятельности, она специфическая. А в принципе, любая другая организация, она может быть поставщиком. Тем более, вы работаете с пожилыми людьми, которые часто нуждаются в социальных услугах. Вот, исходя из того, что я говорила, нужно посмотреть устав, посмотреть, какие услуги пожилым вы сегодня оказываете. А может быть, вы в стандартах социального обслуживания у себя в регионе как раз найдете то, чем вы уже занимаетесь, только бесплатно. Спасибо большое. Тут вопрос в том, что надо говорить, наверное, не организация, а, скорее всего, юридическое лицо. Потому что организаций у нас много, и разные общественные группы, волонтерские группы тоже могут себя приравнивать к организации, но не имеют статуса юридического лица. И поэтому они в силу закона не могут работать по этому закону. Потом, да, если у вас есть юридическое лицо, зарегистрированное в Министерстве юстиции, или в налоговое, если у вас ИП или ООО, то, конечно, вы можете работать по этому закону. Да, Алексей, спасибо за комментарий. Спасибо, 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 спасибо. Можно мне тоже еще дополнить? Я хочу сказать, что сейчас очень большой камень простановения для некоммерческих организаций – это то, что от нас ждут именно комплексные услуги. Услуга, она сейчас неделима. То есть, если инвалид получил некий документ, которым прописан целый блок большой услуг, то некоммерческая организация обязана вот сейчас, на данный момент, весь этот спектр ему оказать. И для того, чтобы она смогла это сделать, она должна была дать относительной мощностью, которую она не всегда имеет. И поэтому даже те какие-то маленькие блоки, которые мы могли бы себе забрать в силу нашей специфики, мы сейчас сделать это не можем. Вот сейчас вышел, я так правильно понимаю, Елена, что сейчас вышел новый закон, и пилотные какие-то регионы, они получили возможность вот эту услугу делить и, как сказать, и ее, ну, как сказать, разбрасывать между разными поступщиками. Если я правильно поняла смысл закона. Ирина, спасибо огромное за ваш комментарий. Вот я не могу сказать насчет закона, или это каким-то иным образом регулируется. Я пару лет назад встречалась с коллегами из Нижнего Новгорода, и у них ровно такая же была ситуация. То есть НКО были поставлены в условия, когда нужно услугу предлагать комплексно, а мы это делать не можем. И это, конечно, это несправедливо по отношению к разным организациям, маленьким организациям, они в неравном положении оказываются. Но вот коллеги буквально совсем недавно сообщили, что от этой практики министерство ушло, потому что она в определенной мере ущемляет интересы маленьких организаций, у которых есть своя целевая группа. Об этом обязательно нужно говорить. Вот, коллеги, я не успела сказать, об этом тоже хочу сказать особо. Мы методически описываем свой опыт по созданию такому ассоциации негосударственных поставщиков социальных услуг. Вот в этом плане, да, для продвижения интересов организаций небольших со своей узкой, но важной целевой группой людей, которые сегодня не попадают в государственные учреждения по каким-то причинам, но они нуждаются в социальных услугах. Вот такая ассоциация, то есть наше объединение, оно позволяет ставить эти вопросы перед министерством и их решать, да, что нам нужно, мы постоянно говорим, нам нужно равное отношение. Мы хотим равного отношения, как закон того обязывает государственным поставщикам к негосударственным. И целевые группы наших получателей, они должны иметь равную возможность для доступа к услугам. И маленькие организации, конечно, сложно себя защищать, но тем не менее, вот объединение в такую ассоциацию поставщиков социальных услуг, это важно, по-моему. И мы пока, я уже говорила раньше, что мы не формализовали эту ассоциацию, но мы объединились и встречаемся, периодически обсуждаем общие какие-то, составляем письма с предложением министерства. И это гораздо лучше, чем когда одна маленькая организация обращается и говорит, вот обратите внимание на нас и на нашу целевую группу. Вот, кстати, кто-то из коллег написал о коалиции поставщиков на уровне Российской Федерации, да. Это было бы здорово, конечно, на уровне Российской Федерации сделать такое объединение, да, межрегиональное объединение. Это было бы здорово, я пока не знаю, насколько это возможно, все-таки у нас огромная страна и в регионах очень разные. Да, да, это мое было предложение, мы сейчас готовим пакет документов и уже договорились с Минтрудом, что такая ассоциация будет единым оператором перед Минтрудом, отвечающая за весь сектор, потому что Минтруд один, а поставщиков даже ассоциаций очень много и появился такой запрос, Минтруд не знает, с кем разговаривать. И наша ассоциация планирует работу в Москве, начиная с того, что мы хотим отмониторить нормативные прывы акты, по которым вообще ведется данная работа, потому что большие барьеры, они именно кроются в законодательстве, и мы планируем через Минтруд, через Москву выходить уже на региональные министерства и все-таки порой от этой практики установлением барьеров избавиться. Вот, Алексей, спасибо, это здорово, поэтому мы, конечно, тоже готовы помогать и участвовать, и вот со своей стороны о некоторых барьерах мы написали уже в методичке, и, соответственно, тоже будем готовы участвовать и помогать. Но и у себя в регионе, конечно, мы такую ассоциацию уже планируем в следующем году придать ей, во всяком случае, юридическую форму, не просто объединение сделать, а объединение в виде организации. Возможно, еще мне коснуться еще такого вопроса, это, я знаю, что есть общественные организации, которые стали поставщиками социальных услуг, но, в принципе, очень беспокоят, вот они стали, но дальнейшее выполнение вот этих документов, это вот какие-то дальнейшие шаги, которые они должны предпринять, как они новички в этой области, и они не могут получить консультацию, не могут получить консультацию от других НКО, но вот нету, я бы сказала, такой, знаете, возможности проконсультироваться с будущим контролирующим органом, правильно ли я все делаю? То есть получается, что я методом тыка должна понять, как я делаю правильно или неправильно, причем там, я так понимаю, что это тоже система правильно-неправильно, она за собой несет угрозу или там какие-то, не могу сказать, штрафные санкции, никаких санкций, и поэтому, конечно, организации страшно начинать деятельность, если бы, ну, условно говоря, без куратора, если бы был бы наверху, условно говоря, какой-то куратор, ну, в том же комитете соцзащиты, который говорил, вот тут вы пока ошиблись, тут-то нет, я не говорю, чтобы этот куратор был на протяжении всей деятельности, но, например, можно было бы продумать, что, например, в течение полугода восстановления организации, укрепления ее в статусе поставщика социальных услуг, оно ведет за собой обязанность от социальной защиты курировать по какое-то время, вот это было бы тоже, может быть, предложение у коллектива, которого предложу там. Да, Ирина, спасибо, это, да, это отличная идея, она очень правильная идея, и это можно делать, во-первых, через ресурсный центр, да, то есть организацию, которая непосредственно и часто взаимодействует с министерством и, соответственно, в курсе всех моментов, да, и проконсультирует, и поможет. И, конечно, контакт, вот на мой взгляд, контакт с министерством, которое принимает решение, ну, у вас комитет по социальной защите населения Ленинградской области, быть в контакте с самого начала, поскольку госорган, это орган контролирующий, мне кажется, имеет смысл консультироваться с самого начала. Вы решили, вы подготовили проект заявления, прийти попросить посмотреть это заявление, да, на предмет ошибок. Вот, не знаю, у вас, может быть, все-таки регион большой, от Архангельской области маленькая, у нас министерство хорошо идет на эти контакты, но встречается с будущими поставщиками, но в их интересах ровно так же, как и в наших интересах, да, с ними познакомиться, и в их интересах также познакомиться с нами. Они включат организацию в реестр, то есть они должны знать, чем живет организация. И если они сделают это на самом первом этапе, да, еще до подачи заявлений, это будет хорошо. И вот потом про это кураторство на первое время, конечно, это тоже важная вещь. Я не знаю, насколько вот именно после вхождения в реестр поставщиков возможно, но в любом случае всегда госорганы, они должны тоже быть открытыми в плане информации. Поэтому вот мы выбираем еще такой способ проведения каких-то семинаров, куда приглашаем представителей госорганов рассказать о госконтроле, о заполнении документов, об их видении, о том, как и что должно оформляться. И причем делаем эти семинары еще и приглашая государственные учреждения социального обслуживания. То есть таким образом с практикой тоже знакомимся, как работают госучреждения, и свои вопросы можем задать, и свои предложения внести. Вот у нас когда-то именно по обществу глухих такая была ситуация, когда мы поняли, что госучреждения, составляющие ППСО гражданам, они не понимают потребности глухих, они не знают этих людей, они их не видят, они не понимают потребности. И когда мы пишем там некоторые услуги по повышению коммуникативного потенциала, они отказывают людям, потому что говорят, ну чего он взрослый, дееспособный, самостоятельный человек, сам себя обслуживает, зачем вы такие услуги пишете? И мы тогда обосновали, с ними связались, провели общие мероприятия, встретились, связались и объяснили, что вот у глухих есть такая специфика всего того, что они не слышат, они некоторые вещи не понимают. Поэтому даже молодой дееспособный человек, имеющий профессиональное образование, он может не сможет прочитать письмо. Поэтому услуга прочтения писем, например, помощь написания писем, помощь в прочтении писем, которую традиционно оказывают пожилым людям, оказывается, она молодым глухим людям тоже нужна. И ее стали включать в ИППСО после этого. То есть вот нам вот эта коммуникация, она в любом случае и в разных видах очень важна. Коммуникация в связи с исполнением услуг и точно так же, как вы говорите, с заполнением документов, это же все очень важно. Поэтому как-то заранее, может быть, планировать проведение каких-то встреч, мероприятий. Но госорганы, они просто должны на это откликаться, они не смогут отказать вам, если вы пригласите провести занятия по теме госконтроля, например, или заполнению документов. Потому что они ровно так же заинтересованы, их потом будет проверять счетная палата, и если что-то не так с документами, они ровно так же, как и вы, будут нести ответственность. Поэтому здесь такая дорога с двусторонним движением. Мы все нужны друг другу. Алексей, вы хотели что-то сказать, да? Или просто микрофон включен. Коллеги, вопросы. Вопросы в чате, да, читаю, Иван? Да, можно. Где можно познакомиться с тарифами на госуслуги? Очень нужны примеры. Значит, у себя в регионе, Марина, посмотрите в вашем регионе стандарты социального обслуживания. Вот там должны быть указаны и тарифы, и расписано содержание каждой услуги. Примеры, вот которые у нас есть, методичку вы получите, коллеги. Вы посмотрите, мы делали примеры по Архангельской области, по Ленинградской области. Методички это есть. Просто для примера по нашим регионам. По ссылке, так, находится форма обратной связи. Это просто. У нас в НКО работают два инвалида на производстве предметов народных промыслов. Они получают зарплату. Можем ли мы получать часть компенсации на заработную плату? Я не очень поняла. Вы имеете в виду, что социальные услуги... Если вы войдете в реестр, Николай, ваш вопрос... Если вы войдете в реестр и будете получать компенсацию за социальные услуги, которые оказывают эти люди с инвалидностью, то вы, конечно, доплату им к заработной плате можете делать. Но у вас будет не часть компенсации на заработную плату. Вы будете получать компенсацию за оказывание клиентам бесплатно или за частичную оплату в социальные услуги. Вот так это будет выглядеть соглашение. Коллеги, если я не ответила на вопрос, включайте свой микрофон и задавайте громко. Инга, можно ли получить презентацию? Конечно, да, вы ее получите. И контакты есть? Пишите, пожалуйста. Это важно. Я бы хотел сказать две вещи, если вы не против. Да, пожалуйста. Смотрите, во-первых, если мы говорим о том, что тарифы маленькие, и это не совсем выгодно. С одной стороны, да, это так. Но с другой стороны, имейте в виду, что чем больше у вас будет услуг, чем больше у вас будет ваших клиентов, тем сумма, получается, значительно вырастет. Если мы, конечно, говорим, что мы оказываем только социально-педагогические, психологические услуги, конечно, и самих услуг мало. Плюс кратность. Некоторые услуги вообще два раза в год. Понятное дело, если у вас 10-20 человек, это совершенно невыгодно в любом случае. Конечно, если вы расширите спектр своих услуг и увеличите клиентскую базу, то я вам уверяю, что, в принципе, денежных средств вам должно хватить. Это первый момент. И второй момент, что да, вы войдете в реестр, да, вы будете находиться в нем, будете являться поставщиком социальных услуг, но если у вас не будет клиентов, то, в принципе, конечно, вы никакую компенсацию не получите. А заведуют, будут ли у вас клиенты или не будут, управление по социальной политике. Это та организация, которая конкурентом нам является. Если вы не построите взаимовыгодное сотрудничество с органами социальной политики, у вас клиентов не будет, и, понятное дело, никакую компенсацию вы не получите. Спасибо. Спасибо за комментарий. Потому что на сегодняшний момент такая порочная. Да, спасибо. Спасибо. Это правда, да, это очень важно. Вопросы из Каргополя. Юридическое лицо в реестре под пунктом, это вы имеете в виду АКЛЭД 93.99, основная деятельность НКО. Это парк отдыха, организация отдыха, в том числе и для инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов. Можем ли быть поставщиком? Я думаю, что да, Николай. Я думаю, что да, вы можете, но смотрите, вот из того, что я говорила, надо посмотреть стандартах, какими услугами описывается то, что ваш парк сегодня предлагает. и устав посмотреть предмет деятельности. Так что вы обращайтесь, вы Каргополя Архангельская область, конечно, вы поддержку получите прямо, и консультации, какие вам нужны, обращайтесь. Так, возможно ли получение записи? Да. Это уже. Ресурсные центры или региональные центры? Вот, Татьяна уже задавала вопрос, да, мы поговорили об этом. Мы уже в реестре, Татьяна пишет, но нам очень важно, чтобы как больше НКО вошли в реестр, где все на пользу обслуживаемых нами семьи. Это здорово, помогайте коллегам вступать в реестр и объединяйтесь. Где можно посмотреть государственные тарифы на социальные услуги? Коллеги, этого нет. Государственных тарифов, как таковых, нет, Марина. Я на ваш вопрос отвечаю. Значит, есть рекомендации. Министерство, по-моему, эконом-развития. Напишите мне, если вы не найдете, я вам их скину. Есть рекомендации по расчету тарифов. Вот на эти рекомендации опираются региональные органы власти, когда расчет проводят. Значит, нам говорили устно, что готовятся новые расчеты, но в связи как раз с просьбами негосударственных поставщиков тарифы повысить. Возможно, этот документ будет, но это все у нас теперь пока отложилось в связи с тем, что другие более важные задачи нужны и есть. Но вот это рекомендации. На самом деле тарифы разрабатывают госорганы региональные. То есть все зависит от региона, получается? Так, ну я думаю, что с этими вопросами мы закончили. Если у кого-то еще есть какие-то комментарии вслух, кто хочет такие вопросы, то, пожалуйста, можете задать это прямо сейчас. Большей возможности уже не будет. Я хотела поблагодарить Елену за огромный труд, который она совершила на благо всем некоммерческим организациям, желающим вступить в реестр, потому что, я знаю, мы ей немножечко помогали. Это была титаническая работа. Методическое пособие было написано прекрасным языком. Вы знаете, вот это та из книг, когда читаешь ее, не могу сказать прямо как художественный роман, но, во всяком случае, читается легко. И я очень благодарна вам, что вы позволили немножко с вами потрудиться. Нам было очень интересно и радостно с вами работать. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо. Спасибо огромное и вам. Спасибо за поддержку. Это был очень интересный, очень хороший, полезный опыт сотрудничества при написании таких документов. Это очень здорово было сравнить немножко наши регионы и посмотреть, в чем мы отличаемся. И, мне кажется, это нам очень многое дало, в первую очередь. Да, и, коллеги, я, конечно, виновата, нехорошо поступила по отношению к своим соавторам. Я не единственный автор книжки, да, просто единственный здесь присутствующий сейчас, нас всего трое. Мне помогали ни Каасан Шлякшин, наш бывший председатель общества глухих, вот все, что касается Вога, его практики, ни мысли по ассоциации, это он писал. И помогала писать бухгалтер Вога Марина Мальцева. Это те разделы, которые связаны с расчетом среднедушевого. Там примеры приведены, как рассчитывать среднедушевой доход для взрослых получателей услуг. Это очень важно и актуально. Поэтому большое спасибо. Я пользуюсь случаем, хочу сказать моим соавторам. И вот буду признательна, если вы будете писать свои комментарии, замечания, в том числе критические, потом по этой книжке, потому что всегда можно сделать что-то лучше, чем сделано сегодня. И дальше мы, ну, я надеюсь, будем развиваться. Методичку вы получите по почте электронной, акцион в электронном виде, и презентацию получите. Так что огромное вам спасибо за участие, за то, что вы посвятили целый час своего времени, которого у нас всех сейчас так мало, вот, нашей встречи. Спасибо. Ну, все, да. Все. Спасибо всем за участие. Еще раз хочу сказать спасибо Елене. Во-первых, за большую работу. Во-вторых, за то, что она смогла рассказать нам сейчас все это. Всем еще раз расскажу, что завтра или в начале следующей недели всем на почту, кто зарегистрируется, пойдет письмо со ссылочкой на видео этой встречи, презентации, и, надеюсь, что книжкой в электронном виде. Вот. Все, в принципе, если какие-то вопросы еще будут, можете писать мне на почту или на почту гаранта. Мы постараемся ответить либо связать с кем-то, кто сможет принять. Вот. На этом встречу, наверное, завершаем. Рад был всех вас видеть. Спасибо. До свидания. Здоровья всем. До свидания. До свидания, Ирина. До свидания.